Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Михаил Полуэктов вновь в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Михаил Горьевич. Здравствуйте. И сегодня мы завершаем цикл программ по книге Михаила Горьевича «Загадки сна от бессонницы до литургии». Фундаментальную картину современной сомнологии, которая представлена в вашей книге, сегодня я слегка дополню новостной лентой. Не далее, как вчера. Буквально вчера на очень популярное издание «Лайфсенс» рассказала о случае совершенно свежем. Во Фейсбуке женщина писала историю, которая с ней приключилась. Во сне добровольно, но по велению своего жениха якобы, она проглотила кольцо, которое этот жених ей подарил на помолвку. Кольцо с камнем. Запила его водой. Утром просыпается, и действительно кольца нет на пальце. Кольцо обнаружили рентгеном в верхних отделах эндоскопии. Значит, в верхних отделах его извлекли. Ей посоветовали обратиться к сомнологу. Предварительный диагноз – нарушение фазы быстрого сна. Вот такой вот случай, даже случай, я бы сказала. Ну, о других случаях, уже ставших хрестоматийными, и о других расстройствах сна, и не только быстрого сна, нас ждет в окончании этого цикла. Пожалуйста, Михаил, вам слово. Ну, мы начали с бессонницы, теперь заканчиваем литургией. Вот, поскольку этот термин часто употребляется в быту, литургический сон, известно такое название. Но когда ученый говорит о литургическом сне, и когда человек просто в кругу семьи как-то обсуждает такие необычные случаи, они имеют в виду разные состояния. И об этом я и хочу рассказать. Эта лекция посвящена ситуациям, когда склонность ко сну становится избыточной, мешает людям либо реализовывать свой социальный потенциал, либо может даже приводить к неприятным происшествиям. Начнем мы с литургии, потом обсудим различные формы гиперсомнии, и особенно остановимся на заболевании, которое называется нарколепсией. Итак, сначала о литургии с такой бытовой точки зрения. Эта тема была популярна всегда, не только сейчас. Вот мы видим историю XIX века, когда публиковались такие книжки с якобы наблюдениями из жизни живой покойницы, дочери капитана С, которая находилась 15 дней в состоянии литургического сна. При этом она слышала и ощущала все, что вокруг нее происходило, но не могла двинуться, поскольку ее члены были скованы, как вот она буквально здесь изъяснялась. Вот, собственно говоря, это отражает расхожее такое бытовое представление о литургическом сне. Насколько ученые могут пролить на это состояние свет, оказывается, ученые могут еще больше запутать нас, поскольку классическое описание литургического состояния пациента Качалкина имеется в документах Ивана Петровича Павлова, Нобелевского лауреата, нашего знаменитого физиолога, где он описывает свое наблюдение за мужчиной 60 лет, который 22 года пролежал в больнице без малейшего произвольного движения, а потом стал потихоньку вставать, ходить и взаимодействовать с окружающими. Вот он о прошлом своем состоянии говорит, что все понимал, что около него происходило, чувствовал страшно неодолимую тяжесть в мускулы, так что ему было даже трудно дышать. Это было причиной, почему он не двигался. В данном случае, скорее всего, речь идет о психическом заболевании, которое сопровождалось вот таким кинетическим состоянием, кинетическим мутизмом. Не мог говорить при этом тоже. Совсем недавно, в этом веке, уже в 21 веке, была история с селом Калачи. Это село в Казахстане, в Акмулинском районе, где несколько десятков жителей периодически стали впадать в сноподобное состояние. Об этом неоднократно рассказывали и в сети интернет, и на страницах печатных изданий. Приезжали в это село эксперты казахские, врачи, например, санитарно-гигиенического профиля, искали причины, поскольку рядом находились старые заброшенные урановые рудники. И совершенно непонятно было, отчего жители села так странно себя ведут. А предыдущие поколения этих жителей не страдали? Да. По крайней мере, в советское время все было хорошо. И вот, когда, по-видимому, жизнь в этом селе стала совсем невыносимым, такой депрессивный регион, где нет работы, вот тогда-то жители стали впадать в эти спячки. Я сам видел одного из жителей, который рассказывал о том, что у него было подобное состояние. Ну, как с точки зрения сомнологии, все-таки это состояние не было настоящим литургическим сном, потому что эти люди могли периодически вставать для отправления естественных нужд, для того, чтобы покушать. То есть они не проводили время, как больной Павлова, например, в неподвижности. Что произошло дальше с селом Калачи? В 2015 году, наконец-то, были выделены деньги на переселение этих жителей. Всем желающим было предложено переехать. Большая часть семьи переехала, и после этого симптомы сонной болезни прекратились. То есть на новом месте у них ничего не было, а на старом никого не осталось? Ну, на нескольких семей, скорее всего, остались, но они тоже, по-видимому, и до этого не засыпали. То есть все получили, что хотели. Конечно, это состояние не является настоящим неврологическим заболеванием. Речь идет о такой массовой эпидемии, такого психического состояния. По типу трансовых состояний, которые были в средние века, например. Потому что в XIX веке была описана болезнь истерия, различные варианты истерических трансов. Вот в данном случае тоже такая классическая картинка больной истерии, которая выключается, изображает вот эту дугу, так называемую, с засыпанием, после того, как гасит в данном случае свечу. Свет исчезает, она засыпает. Свет включает, она просыпается. Конечно, это психогенное состояние, связанное с определенным нездоровьем психическим. Это нашло отражение и в массовой культуре. Это известные сюжеты спящих красавиц, которые лежат в неподвижности, не реагируют ни на что, пока прекрасный принцип не поцелует. И раньше тоже целью подобного транса было получение некой выгоды, как и в последней истории с селом Калачи. Пока только специально выбранный человек, специальный принц не придет и не разбудит из этого литургического сна. На самом деле, это не какой-то не литургический сон, это истерическая спячка. Сейчас можно называть это своими словами. Так что же такое настоящий литургический сон? Сначала можно вернуться к истории названия этого термина «летаргос». Оказывается, он начал встречаться с трудом Гиппократа. И Гиппократ описывал состояние, связанное с сильным бредом и с последующей амнезией. И, собственно говоря, «летаргос» — это слово «покануть в лету», «забыть». То есть после этих лихорадочных состояний люди забывали, что с ними происходило и почему они долгое время находились не в состоянии сознания. Вот встречается еще такое выражение у Гиппократа «спячка повсюду плоха». Значит, состояние, которое сопровождается такими сонными проявлениями, имеют неблагоприятный прогноз. Первое относительно научное описание того, что на самом деле является литургическим сном, датировано XVI веком, когда в Лиссабоне была диагностирована болезнь, которая в переводе с португальского так и называлась — сонная болезнь. При этом при дворе короля Мануэля переболело 200 дворян, большинство из них погибло, и сам Мануэль скончался. Это был выдающийся деятель, при нем Португалия присоединила к себе Бразилию, огромную страну. И вот, к сожалению, жизнь короля закончилась именно на пике могущества из-за этого заболевания. Но наибольшее количество свидетельств было получено уже только в XX веке, когда бушевала целая эпидемия литургического сна, точнее, литургического энцефалита, так назвали это состояние. В конце Первой мировой войны стали отмечаться эти случаи. Сначала в Центральной Европе, потом и даже в Молодой Советской Республике было зарегистрировано достаточно много случаев. Это состояние отличалось очень большой смертностью. По первым отчетам смертность составляла 50%. А причина смерти? Причина смерти — поражение нервной системы. То есть это воспаление головного мозга было, которое во многих случаях оказывалось несовместимой с жизнью. Было зафиксировано официально 52 тысячи случаев. И еще предполагается... То есть энцефалит — это не фигура речи, а действительно энцефалит. Да, это энцефалит, это было воспаление мозга. Возможностей тогда уже было достаточно для того, чтобы производить вскрытие и изучать препараты. И изменения, которые наблюдались в это время в мозге, они расценивались как воспалительные. В большинство случаев зарегистрировано не было этого заболевания. Скорее всего, значительно больше 100 тысяч людей пострадали от него в период 17-27 годов. А вот интересно, это же просто совпадение по годам. Тогда же испанка опушевала. Да. Связано? Первое предположение, которое возникло у ученых, это то, что это какой-то вариант испанки, испанского гриппа. Но у этого энцефалита были значительные отличия от испанского гриппа. Но она задолго до 27-го года закончилась. Да, во-первых, испанка до 18-го года еще... Да, 18-го был пик, да. Да, на самом деле. Но здесь имелись именно неврологические симптомы, очаговая неврологическая симптоматика, о которой я дальше схожу. Вот испанский грипп заканчивался очень быстро, очень часто имелся смертельный исход. Но уже в наше время, когда появилась возможность РНК-диагностики, производилась эксгумация людей, умерших от эпидемического энцефалита, и у них не было выявлено РНК-вируса. Никакого. Ни вируса гриппа, ни какого-то другого. Никакого, понятно. Потому что испанку-то выявляют по сей день, откапывают. Эта связь не была доказана. В спецберге, нигде-то еще там. Такая связь доказана не была. Первым описал серию случаев эпидемического энцефалита выдающийся австрийский невролог, патоморфолог Константин фон Эконома. Как все великие люди того времени. Он был исключительно разнообразен в своих увлечениях. Он был авиатор, президент австрийского аэроклуба, аэростатр, летал на аэростатр. Он, как только разразилась Первая мировая война, добровольцем пошел в армию с большим трудом. Семье удалось потом оттуда его забрать, поскольку у них были возможности это сделать. И его перу также принадлежит несколько глубоких исследований по цитоархитектонике, по строению головного мозга, который до сих пор цитируется. Но главным достижением Константина фон Эконома было описание клиники эпидемического энцефалита. И поэтому эпидемический энцефалит называют еще и энцефалитом Эконома. Интересно, что на основании вскрытия мозга больных умерших от эпидемического энцефалита Эконома предложил еще и одну из теорий, объясняющих возникновение сна. Он локализовал повреждения, точнее, он сопоставил повреждения, которые возникали в мозге больных, погибших от эпидемического энцефалита, с их клиническими проявлениями. Большинство из больных испытывали сонливость. У них как раз наблюдалось поражение, в данном случае мы можем увидеть зоны мозга, которая заштрихована косыми чертами. Это верхняя область ствола. Но у некоторых из них, также умерших, наблюдалась не избыточная сонливость, а наоборот бессонница. И вот Константин Фонэконома горизонтальными линиями заштриховал здесь участок мозга, который поражался у людей, которые испытывали симптомы бессонницы. И он предположил, что в первом случае поражался центр бодрствования, во втором случае поражался центр сна. И вот его первое наблюдение локализации центров, связанных с регуляцией сна, было потом подтверждено уже в наше время, в работах, проведенных уже на совсем другом методологическом уровне. Он описал клиническую картину литургического энцефалита. Ну, поскольку это заболевание инфекционное, оно проявляется лихорадочным синдромом. Поскольку это литургический энцефалит, одним из главных его проявлений является сонливость, которая длится недели и месяцы. И очень важным дифференциально-диагностическим признаком, который позволяет отличить именно эту форму энцефалита от других энцефалитов, и в наше время он тоже иногда встречается, является поражение глазодвигательных нервов. При этом наблюдается двоение, диплопия, птоз, закрытие, опущение века. И это считается таким маркером для данной формы энцефалита. Кроме того, возникали различные делериозные состояния, психические нарушения с галлюцинациями, бредом, возбуждением, киперкинетические синдромы различные. И у выживших от этого заболевания людей очень часто потом развивался паркинсонизм. Болезнь паркинсона — это болезнь, все-таки характерная для людей пожилого и старческого возраста. А вот люди, перенесшие энцефалит эконома, были в основном людьми среднего возраста. Это было абсолютно необычно, что у таких молодых людей наблюдаются симптомы паркинсонизма. Здесь на нижнем рисунке мы можем увидеть тоже характерный гиперкинетический синдром. Для этого заболевания так называемые окулогирные кризы или судороги-взоры. Такое болезненное заведение глазных яблок в одну сторону. В исходе заболевания развивались, как я уже сказал, проявления болезни синдрома паркинсонизма, который в форме гипокинетических синдромов, замедленность движений, сагбенная поза, ходьба мелкими шажками. Различные формы дистонии тоже оставались у выживших пациентов. Здесь мы можем увидеть несколько вариантов дистонии. Оромандибулярная дистония на верхнем левом рисунке мы видим, как искажено лицо. Туловичная дистония, синдром Пизанской башни так называемый. А на нижнем рисунке, на нижней фотографии мы видим кадры из выдающегося фильма «Пробуждение», который снят был по книге Оливера Сакса, который наблюдал во время своей практики в Нью-Йорке больных, перенесших эпидемический энцефалит с проявлениями либо дистонии, либо паркинсонизма. В данном случае мы можем наблюдать дистонию шейных мышц с формированием латероколиса, отклонения головы в сторону. В Советском Союзе в эти годы также описывались случаи эпидемического энцефалита. Первым описал эти случаи Янгель Мейрович Раймест, одесский врач. Он в своей монографии опубликовал описание 92 случаев эпидемического энцефалита, а всего в СССР, как мы видим, было зарегистрировано немало, больше 12 тысяч случаев этого заболевания. Поскольку смертность была высокая при этой форме энцефалита, недостатка возможности вскрытия не было, и достаточно быстро локализовали зону повреждения в мозге, которая задействована в этом воспалении. Это центральные отделы, это верхние отделы ствола мозга, это пространство вокруг водопровода, переаккведуктальное пространство, это подкорковые ядра, которые тоже находятся в центральных отделах мозга. То есть это зона воспаления, которая находилась прямо в глубине мозга, в том месте, где полушария смыкаются со стволом. Поэтому и столь разнообразна могла быть клиническая картина этого заболевания. Было доказано, что при этом заболевании наблюдается гибель, например, нейронов, которые вырабатывают дофамин. Мы видим специально окрашенную черную субстанцию. Собственно, синдром паркинсонизма. Этим и объясняется развитие синдрома паркинсонизма. То есть те нейроны, которые вырабатывают дофамин при литургическом энцефалите, погибали. И мы видим на нижнем рисунке, что они не прокрашиваются фактически. В наше время тоже встречаются спорадические случаи эпидемического энцефалита. И уже при современном развитии нейровизуализации появилась возможность у живых людей увидеть, в каком же месте развивается это воспаление. И данные древних морфологов подтвердились. Действительно, мы можем увидеть, например, на этой эмертемограмме, что основными зонами воспаления являются срединные структуры мозга, таламус, подкорковые ядра, верхние отделы ствола мозга. В России тоже недавно был описан случай литургического или эпидемического энцефалита. Это мужчина в 53-х лет. В Санкт-Петербурге наблюдался военно-медицинская академия. У него наблюдался и гиперкинетикоригидный синдром, и синдром Аргайла Робертсона, как аналог нарушения функции черепно-мозговых нервов. И признаки, соответственно, характерные для энцефалита с таким воспалительным компонентом. Возбудитель выявлен не был даже в наше время. До сих пор неизвестно, какой агент вызывает развитие этого энцефалита. Первая идея была, что это вирусы гриппа. Были идеи, что это аутоиммунная реакция на стриптококковый антиген. Потом предлагалось огромное количество агентов в основном вирусного происхождения на роль этиологического фактора этого заболевания. Но до сих пор ни один из них не выявлен и не доказан, что именно он является переносчиком инфекции. Но по косвенным признакам лимфоцитарной все это инфекция. Какая-то инфекция есть, или аутоиммунная состояния. Потому что сейчас предполагают, что все-таки часть случаев эпидемического энцефалита была эпизодами лимбического энцефалита. Лимбический энцефалит – это сейчас довольно неплохо изученное состояние. Он развивается в связи с аутоиммунной агрессией. Когда, например, возникает опухоль, впервые бы это было описано в случае формирования как раз анти-НМДА, антител при тератоме яичника. И эти антитела перекрестно реагируют не только с клетками опухоли, но и с определенными зонами мозга. В данном случае с структурами лимбической системы, глубинными отделами височных долей. И там развивается характерное воспаление. Сейчас известно порядка 16 заболеваний с различными антителами, которые поражают различные зоны мозга. Вот предположительно, часть случаев эпидемического энцефалита можно было бы объяснить с точки зрения вот этой аутоиммунной теории. Но все равно непонятно, почему была такая высокая контагиозность. Почему 100 тысяч человек или больше в Европе переболели почти одномоментно в течение почти пяти лет всего. На этот вопрос до сих пор ответа нет. В современные случаи эпидемических энцефалитов предлагают ввести все-таки как аутоиммунные варианты заболевания, применять глюкокортикостероиды, потому что больше пока здесь мы придумать ничего не можем. Я говорил о литургическом сне, о том, что есть литургический сон в бытовом смысле, это истерическая спячка, есть литургический сон в научном или медицинском смысле, это случаи энцефалитов, которые объединяют под названием литургического энцефалита. Но значительно чаще все-таки в реальной жизни, в реальной клинической практике мы сталкиваемся не с состояниями, когда человек спит целыми днями, не вставая, мы сталкиваемся с избыточной сонливостью, когда человеку это мешает выполнять его обычные функции и затрудняет и снижает его качество жизни. И вот действительно в современной классификации расстрой сна выделяют несколько состояний, главными проявлениями которых является избыточная дневная сонливость. Что такое избыточная дневная сонливость? Это тенденция к засыпанию в условиях, не способствующих наступлению сна. То есть ночью в постели это не избыточная, это нормальная сонливость в вечернее время, потому что уже пора. А если эта избыточная сонливость появляется днем, появляется на совещании, на лекции, за рулем, это ненормально, это как раз признаки того, что что-то не так, либо со сном, либо с бодрствованием. И вот состояние, которое проявляется этим симптомом, относится к группе гиперсомни. Гипермного, сверхсомнос, сон. Много сна. Как можно узнать, есть у человека избыточная сонливость или нет? Ну, конечно, на бытовом уровне мы знаем, что такой человек будет зевать, потирать глаза, отвечать не в попад. Вот картина Брейгеля старшего известная, зевака, где он изобразил такого сонливого человека. Ну, конечно, для постановки диагноза гиперсомнии, и даже для того, чтобы сказать, точно быть уверенным, что у этого человека есть дневная сонливость, этого недостаточно. Нам нужны какие-то более четкие ориентиры, лучше количественные. И они были предложены. Во-первых, это анкетные методы. Наиболее распространенной во всем мире шкалой для оценки уровня сонливости является так называемая Эпфордская шкала. Эпфорд — это не человек, не пароход, это госпиталь в Мельбурне. Иногда говорят, что шкала Эпфорда — это неправильно, потому что это не человек. И вот по этой шкале предлагается пациенту оценить уровень сонливости в различных состояниях. За рулем, при чтении, при просмотре телепередач, и, соответственно, потом подсчитывается средний балл. В норме до 10 баллов не считается избыточной сонливостью. Таким образом, мы можем через интроспекцию, через оценку человеком собственного ощущения оценить степень его сонливости. Конечно, это еще не объективный метод оценки. Он может быть ошибочным. И поэтому мы нуждаемся и в других количественных и объективных методах. Один из известных методов, который достаточно редко применяется в практике, потому что требует специального оборудования, но, тем не менее, он известен как достаточно точный, называется пупилометрия. При этом в щелевой лампе оценивается изменение диаметра зрачков. Было показано, что изменение диаметра зрачков при нарастании сонливости определяется именно активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. И вот на нижней кривой мы видим изменение диаметра зрачков у бодрого человека, хорошо выспавшегося. А на верхнем графике мы видим изменение диаметра зрачков в щелевой лампе о больного нарколепсии, болезнью, при которой очень выражена дневная сонливость. Мы видим такие характерные, их называют волны усталости, которые отражают преобладание парасимпатического тонуса над симпатическим. Таким образом, можно количественно посчитать, есть различные индексы, посчитать степень сонливости у данного субъекта. Но этот метод достаточно сложен, не применяется в клинической практике. В клинической практике применяется другой метод, который называется множественный тест латентности сна. Это фактически вариант полисомнографического исследования, но исследование, которое проводится не в ночное, а в дневное время. Испытуемого несколько раз в течение дня укладывают в отдельную палату, затемняют окна и ждут, когда он заснет в течение 20 минут. Потом усредняется результат и вычисляется среднее время засыпания. Вот если человек засыпает в среднем от нуля до пяти минут, это соответствует сильной сонливости, от пяти до десяти минут это сонливость, которая вызывает проблемы, проблематичная сонливость. А если время засыпания превышает 10 минут, это уже не избыточная сонливость, это один из вариантов нормы. Существуют нормативные данные для различных популяций. Мы, например, на этом графике мы можем увидеть, извиняйте, что он на английском языке, я поясню. Вот верхняя голубая кривая это подростки. Мы видим, что для них во всех тестах среднее время засыпания составило около 20 минут. Тест длится каждый по 20 минут. И они, получается, за каждый тест ни разу не заснули. То есть у них бодрость на самом высоком уровне. Ниже располагается желтая кривая, соответствующая времени засыпания взрослых людей. Взрослые люди в этом тесте засыпали за 15 минут в среднем. Это тоже нормальный показатель. Чуть быстрее засыпали студенты колледжа, по-видимому, из-за того, что они ночью не спали. А для пожилых людей время засыпания оказывается достаточно коротким, около 10 минут. То есть вы это 65 плюс традиционно? После 60 лет пожилой возраст. Но мы можем увидеть здесь, что две нижние кривые соответствуют уже настоящим гиперсомниям. Опноя во сне, нарколепсия, состояние, при которых сомливость избыточная, но является неотъемлемой частью симптоматики. И мы видим, что они засыпают значительно быстрее, чем любой из вышеуказанных контингентов. Меньше, чем за 5 минут. То есть этот тест позволяет с высоким уровнем достоверности определить, есть ли у человека патологическая сонливость, или она находится в одном из допустимых диапазонов. Если мы подтверждаем, что у человека есть избыточная дневная сонливость, встает вопрос, каким видом гиперсомнии он страдает. Вот современная классификация расстройств сна выделяет несколько видов гиперсомнии. Наиболее известная из них, конечно, нарколепсия. Нарколепсия это вообще такая модельная болезнь, с нее начинают изучение сомнологии, потому что именно при ней мы воочию видим, как ведет себя человек при нарушении работы системы регуляции сна и бодрствования. При нарколепсии другие неврологические симптомы не возникают, только связанные с изменением функционального состояния. и ряд других гиперсомний, о которых мы сейчас поговорим. Сначала немного о нарколепсии. Попробуем сейчас запустить этот ролик. Девушки играют, одна из них начинает смеяться и падает. При этом она остается в сознании, она все прекрасно понимает, что вокруг нее происходит, у нее нет сил встать, чтобы встать или чтобы даже удержать позу, потому что ее мышечный тонус сейчас не на нуле, но на очень низком значении находится. Пытается даже как бы, да? Пытается, но не может. При этом заболевание одним из главных симптомов является вот эта катаплексия. Сколько продлится вот такое состояние? Приступы эти достаточно короткие, они длятся от 1 до 5 минут максимум, поэтому очень часто нарколептические приступы путаются эпилептическими, которые обычно все-таки длятся значительно более короткое время. Тем не менее, многие из больных нарколепсией годами, десятилетиями получают противоэпилептическое лечение по поводу атонических припадков, которые совершенно им не нужны. Симптомокомплекс нарколепсии входит кроме катаплексии еще 4 других проявления. Это так называемая нарколептическая пентада. Во-первых, это сама дневная сонливость. Это постоянное ощущение желания спать, которое время от времени усиливается до такой степени, что человек не может противостоять и засыпает в неудобных каких-то ситуациях, во время еды, во время разговора вряд ли, во время ожидания или совещания, во время поездки в транспорте, конечно. Приступы катаплексии мы уже увидели. Это приступы падения мышечного тонуса, которые чаще всего вызываются положительными эмоциями. На отрицательные эмоции тоже они могут возникать, но почему-то чаще на положительные. Они могут быть генерализованными, когда выключается вся мускулатура, а могут быть парциальными, когда только некоторые мышцы вовлекаются. Можем часто наблюдать это, особенно у детей, в виде опускания нижней челюсти, при этом язык вываливается, как говорят, родители это не понимают. Сначала начинают ребенка ругать, говорят, что ты открываешь рот постоянно, закрой рот, ребенок не может, он от волнения, у него жевательные мышцы слабеют, и рот открывается. Лицо становится мазкообразным, мимика исчезает, тоже тонус мимических мышц снижается. Могут также вовлекаться любые другие поперечные полосатые мышцы, частично в ответ на какие-то эмоции или на резкие изменения обстановки. Кроме того, кодоплектические приступы могут возникать не только в связи с эмоциями, но и в связи с переключением от сна к бодрствованию и обратно. Это так называемая кодоплексия засыпания и пробуждения. Сами пациенты рассказывают, что после проснувшись, например, утром, они не могут двинуться какое-то время. Обычно это меньше одной минуты длится, 10 секунд, 20 секунд. При этом часто они ощущают такое стеснение в груди из-за того, что слабеет поперечно-полосатая вспомогательная мускулатура, но они сразу ощущают трудности вдоха. И, скорее всего, именно это ощущение было изображено художником. Это известная картина Генри Фюсли, немецкого художника романтика. Это «Ночной кошмар» она называется и изображает женщину, которая не может двинуться, и какое-то чудовище ей не дает вздохнуть. Эта картина известна тем, что она висела в приемной Зигмунда Фрейда, кстати. И во время пробуждения или засыпания, кроме вот этих приступов параличия сна, также могут возникать галлюцинаторные переживания. В данном случае на картине такое переживание изображено. Пациенты рассказывают, что иногда при засыпании им кажется, что кто-то на них смотрит, кто-то их трогает, кто-то заходит в комнату, какие-то животные приходят, уходят. С одной стороны, они ощущают окружение, ощущают спальню, свою постель, а с другой стороны, что-то необычное вокруг происходит. И удивительно, что несмотря на то, что в дневное время люди с нарколепсией испытывают избыточную сонливость, ночью, наоборот, сон их нарушен, они просыпаются и не могут заснуть. В настоящее время природа нарколепсии изучена уже неплохо. Считается, что это заболевание представляет своего рода последствия такого срединного микроэнцефалита. Одна небольшая зона в гипоталамусе, в которой содержится орексин, продуцирующий нейроны, их порядка 40 тысяч у человека всего. Орексин – это говопробуждение, да? Да, орексин – это, вот мы здесь можем увидеть, это вещество, которое вырабатывается в гипоталамусе. Проекции из гипоталамуса достигают основных отделов мозга, лобной коры и других центров, которые отвечают за регуляцию бодрствования. Орексинную систему называют активатором активаторов. Она помогает другим центрам бодрствования более эффективно работать и переключать мозг из состояния бодрствования в состояние сна и обратно. Здесь мы видим проекции, например, в область туберомомилярного ядра, это гистамин энергическая система, в область латеродорзальной покрышки, эпидонглапантинной покрышки, это ацетилхолин энергическая активирующая система, голубое пятно, норадренергическая и так далее. То есть, орексиновая система уникальна тем, что она является таким очень важным помощником для других активирующих систем. И вот при этом микроэнцефалите нейроны, которые продуцируют орексин, почти полностью погибают. Считается, что симптоматика нарколепсии начинается тогда, когда гибнет 90% нейронов. Погибают, скорее всего, эти нейроны из-за аутоиммунной агрессии. По какой-то причине включается перекрестное реагирование и, собственно, эти тела начинают уничтожать, вызывать повреждения этих нейронов. Один из ведущих исследователей в этой области, швейцарский профессор Клаудио Бассетти, недавно опубликовал подтверждение этой аутоиммунной теории. Ему с большой группой иммунологов удалось выделить специфический клон Т-лимфоцитов, которые присутствуют у больных нарколепсии, и которые реагируют именно на антигены гипокретиновых нейронов. Таким образом было доказано, что да, действительно, это аутоиммунное заболевание. Статья была опубликована год назад. На этом рисунке мы можем увидеть, что в отсутствии гипокретинового антигена эти клоны Т-лимфоцитов не продуцируются. При наличии гипокретинового или орексинового антигена сразу же возникает гиперпродукция клонов этих Т-клеток в спинномозговой жидкости. Поскольку нарколепсия в настоящее время рассматривается как последствия аутоиммунного энцефалита, какое может быть наиболее эффективным лечение этого заболевания? Если мы его можем поймать в острейшей фазе, конечно, это иммуносубрессивная терапия, это глюкокортикоиды, это иммуноглобулины, но пока мало кому удавалось увидеть в острейшей фазе нарколепсию, потому что это заболевание трудно диагностируется, врачи плохо знают про него, и чаще всего через несколько лет только больные получают свой диагноз, когда уже 90 пациентов умерли, и на их долю остается только поддерживающее симптоматическое лечение. за рубежом используется для устранения дневной сонливости препарат модофенил, это нефеноминовый психостимулятор, который очень эффективно убирает дневную сонливость. В России, к сожалению, он не зарегистрирован, недоступен. А для лечения приступов катаплексии оказались очень эффективны антидепрессанты, обычные антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина, двойные ингибиторы, даже старые трехциклические антидепрессанты оказалось неплохо убирают приступы катаплексии. Ну и есть более современные сейчас препараты для лечения нарколепсии, которые действуют и на сонливость, и на катаплексии, например, препарат петелизан, который тоже в России пока еще не зарегистрирован, и гамма-оксибутират или оксибат натрия, тоже в России отсутствующий. Я как раз хотела спросить про петелизан на открывающийся завтра Всемирной конференции представлены данные клинических испытаний его. Есть же еще класс такой, как обратные органисты гистаминовых рецепторов. Это же так просто? Это относительно новый подход к лечению нарколепсии. Мы можем здесь увидеть, что гистаминовая система тесно связана с орексиновой. Орексин активирует гистаминовую систему. Но с другой стороны можно попробовать и без орексина помочь немножко гистаминовой системе активировать ее. И вот для этой цели используется агонист гистаминовых рецепторов третьего типа петелизан, который усиливает активность вот этих нейронов тубером миллиардного ядра и тоже немножечко добавляет мозговой активации. Действительно этот препарат был на испытаниях и в Российской Федерации неплохо убирает сонгивость и катаплексию. Я говорил о том, что кроме нарколепсии есть и другие гиперсомнии, но другие гиперсомнии встречаются еще реже, чем болезнь нарколепсии. Нарколепсия встречается где-то у одного пациента из 10 тысяч. А вот синдром Клейна-Левина мы можем увидеть внизу значение распространенности полтора на миллион, значительно реже. То есть это такая казуистика, о которой тем не менее стоит знать, поскольку часто, почти всегда эти пациенты не получают своего диагноза, а ходят от врача к врачу годами. Для синдрома Клейна-Левина характерна другая картина сонливости. Если при нарколепсии сонливость ежедневная, периодически просто усиливающаяся в какие-то часы дня, при синдроме Клейна-Левина гиперсомния ее называют рекуррентная, периодическая. У этих людей чаще всего это молодые люди или подростки, чаще это мужчины, а не женщины, соотношение мальчиков и девочек два к одному, у них сонливость возникает периодами, кластерами по нескольку недель или даже дней эта сонливость держится, молодой человек все время спит, родители его не могут растолкать в школу или в институт, идут к врачу, врач говорит, я не знаю, что это такое, и длится это неделю, другую, потом он просыпается и оказывается совершенно здоровым. удивительным свойством этого заболевания является то, что эта болезнь не является болезнью в промежутках между приступами, когда человек не спит, он не находит никаких изменений ни в неврологическом, ни в психическом статусе. Пока помню, может быть, это отклонение в сторону, но просто я знаю такие случаи, как называется состояние, когда человека ночью не могут добудиться, то есть пушек полет. Ну это профунда сомния, такой термин есть, профунда глубокий, сомния сон, глубокосония. В принципе, это достаточно обычное состояние для маленьких детей, для подростков, которые любят поспать, ничего в этом особенного, честно говоря, нет. Надо радоваться когда есть такое состояние. к взрослому уже состоянию оно должно пройти? Да, оно должно пройти у взрослых, но мы когда будем обсуждать следующую форму гиперсомнии, там есть вот это свойство профунда сомния. Давайте немножко еще про синдром Клейна-Левина. Кроме вот этой сонливости периодически возникающей, во время периода сонливости у этих подростков, вообще у молодых людей возникают еще и некоторые поведенческие нарушения, гиперфагия, они много кушают, когда просыпаются, вот такая раздражительность, агрессивность, может быть повышенная сексуальная активность, то есть вот патология какого-то поведения, и чаще всего конечно их приводят, или психиатры точнее приводят к ним, потому что это не является нормальным. Психиатры чаще всего не находят такого ведущего психотологического синдрома, и эти пациенты остаются без диагноза. Как течет это заболевание? Мы здесь можем увидеть на этой картинке три возможных варианта течения в зависимости от того, в каком возрасте начинается это заболевание, вот самая нижняя, нижняя кривая, это в том случае, если заболевание в подростковом возрасте возникает, то постепенно оно сходит на нет. С каждым годом все меньше и меньше больных наблюдается и где-то через 27 лет, через 28 лет наблюдения уже это заболевание не регистрируется. То есть удивительным свойством этого синдрома Клейна-Ливина является то, что с одной стороны неизвестно, почему он периодически появляется и исчезает, но другим свойством является то, что он в итоге проходит полностью и больше не повторяется. Чаще это бывает в том случае, когда речь идет о дебюте в пубертате, а если дебют приходится на детский возраст зеленая линия или на взрослую состояние, тогда это состояние будет длиться уже дольше, больше 30 лет. Объяснений этому нет. Какова причина развития синдрома Клейна-Ливина? Предполагают, что это дисфункция в области гипоталамуса, гипоталамических центров сна, предполагают, что это может быть проявлением периодически возникающего воспаления аутоиммунного, такой вариант ремитирующего энцефалита, непонятно, каким образом возникающего и исчезающего, но какого-то понимания сейчас патогенеза и этиологии этого заболевания отчетливо нет. В лечении используются психостимуляторы, тот же самый модофенил, которого в России пока нет, и некоторые психиатрические препараты, противоэпилептические кстати могут применяться, например, топирамат, соли, лития могут определенный эффект давать, но пока подберут лечение, уже приступ обычно заканчивается, поэтому часто таких пациентов просто наблюдают, ожидая, когда же наконец-то это заболевание пройдет само. Мы говорили о форме гиперсомнии с избыточным сном, точнее с избыточно-глубоким сном, вот эта форма гиперсомнии, она называется идиопатическая гиперсомния или болезнь рота, и смотрите, пожалуйста, вот сюда, что на каждого 8 больных нарколепсии приходится один больной идиопатической гиперсомнии. Насколько редким заболеванием является нарколепсия, а идиопатическая гиперсомния является еще более редкой формой гиперсомнии. То есть мы обычно вспоминаем об этом диагнозе только когда обсуждаем сложных больных для дифференциально-диагностических целей, скорее даже академических целей, потому что в обычной клинической практике почти невозможно такого пациента увидеть. При этом заболевание сонливость присутствует постоянно. При нарколепсии она флюктурирует, при рекуррентной гиперсомнии она встречается периодами по несколько дней или недель, а вот идиопатическая гиперсомния она как началась, она потом постоянно в этом состоянии. Постоянно оставляет человека в этом состоянии. Он днем все время хочет спать, ночью обычно он спит дольше, чем другие люди, не 8 часов, а 10-12 часов, и при этом сон его действительно избыточно глубок, и очень трудно добудиться, если его удается поднять с постели, то возможны эпизоды автоматического поведения, когда он не понимает, что он делает, потому что мозг его большей частью остается в состоянии сна. и это заболевание начинается опять же, как и синдром Клейна-Левина в относительно молодом возрасте до 25 лет. Причина его неизвестна, лечат тоже симптоматически при помощи психостимуляторов того же самого монофенила. А вот более частое состояние, особенно в профессиональном спорте, посттравматические гиперсомнии у боксеров, получавших черепно-мозговые травмы, при этом часто проявление избыточной сонливости сочетается с другими признаками посткоммуционного синдрома после сотрясения головного мозга, например, на что чаще жалуются? Астения, головные боли и вот дневная сонливость, она тоже является одним из таких очень характерных признаков вот этого посткоммуционного синдрома. Головокружение, аффективное нарушение, трудности концентрации, это доказывается тем, что снижаются результаты психологических тестов на внимание и запоминания, но если сонливость длится больше 18 месяцев, считается, что уже связи с травмой быть не может никакой, что значит, это уже психогения, это уже обросло неправильными представлениями, ограничительным поведением, это уже вопрос к психологам, к психотерапевтам и может быть к психиатрам. До 18 месяцев связь есть и в настоящее время не предполагает, а установлено уже, что посттравматическая гиперсомния возникает и опять же из-за поражения вот этого центра в гипоталамусе, где находятся орексинергические нейроны, часть из них погибает от травмы и соответственно не может поддерживать достаточный уровень бодрствования. Потом, по-видиму, срабатывают какие-то компенсаторные механизмы и сонливость проходит, хотя может быть нейроны все-таки не погибают окончательно, как это бывает при нарколепсии, а пережив какой-то период сниженной функции возвращаются в нормальное рабочее состояние. Самая распространенная, самая популярная форма гиперсомния называется поведенчески обусловленный синдром недостаточного сна. Это то, что происходит с каждым человеком иногда. Это состояние, при котором обычный человек не получает достаточного количества знаков для того, чтобы осуществлять дневную деятельность в необходимом объеме. И мы добровольно себя все время ограничиваем во сне. Почему? Кто виноват в этом сне? Кто виноват? Вот виновный представлен на фотографии это Томас Эдисон. Человек получил возможность вместо того, чтобы ночью спокойно спать в темноте, осветить свою ночь и отнимать время от сна. Либо для работы, либо для отдыха. И при нем было подсчитано, что в среднем работающие в индустриальном обществе люди теряют по 5 часов сна в неделю. Из-за этого они испытывают так называемую депривацию, лишение сна. Из-за этого у них возникает сонливость. Здесь об этиологии патогенеза говорить бессмысленно. Вот она этиология и патогенеза. Как лечить? Спать достаточно количества времени. Самый простой вариант. выключать свет, чтобы не было соблазнов ночью. С другой стороны, в индустриальном обществе сейчас это достаточно популярный способ отсыпаться в выходные, компенсировать нехватку ночного сна. Да, это допустимо, хотя невозможно полностью вернуть те потерянные часы сна, которые мы теряем за рабочую неделю. Но это меньше из-за. По крайней мере, это позволяет как-то восстанавливать нам свою потребность. И в заключение я хотел бы такой практический алгоритм представить. Если врач сталкивается на приеме с сонливостью, в первую очередь о чем должен он подумать? Не обо всех десяти формах гиперсомний, а о наиболее частых. Если эта сонливость встречается в рабочие дни, если сон человека меньше семи рекомендованных часов, то это синдром недостаточного сна. Это эффект Эдисона, это, собственно говоря, не больной, это здоровый человек, который добровольно себя лишил сна. Если сонливость присутствует каждый день, чаще всего речь идет о синдроме апноэ во сне. Это расстройство сна не из группы гиперсомний, это расстройство дыхания во сне. Но вот именно при апноэ из-за частых эпизодов остановок дыхания сон оказывается не качественным, не восстанавливающим, и эти больные часто первой жалобой предъявляют не храп, не задержки дыхания во сне, а именно вот это вот дневное ощущение сонливости. Поэтому в первую очередь мы, если пациент говорит нам, что у него сонливость каждый день случится, встречается, мы думаем о наличии у него синдрома апноэ во сне и проводим специальные исследования для этого. Если же эта сонливость приступообразная, если она в течение дня периодически усиливается, ослабевает, то здесь мы можем иметь дело с нарколепсией, с очень редким заболеванием, о котором, тем не менее, нужно помнить, потому что все другие формы гиперсомний, они еще более редкие, чем нарколепсия. И стопроцентным фактически диагнозом при нарколепсии является наличие симптомов катаплексии, это потеря мышечного тонуса. Для того, чтобы инструментально подтвердить этот диагноз, мы должны провести вот этот множественный тест латенции сна. На этом, наверное, о гиперсомниях сегодня все. Спасибо большое. Подводя итог всему нашему циклу с вами, я бы хотела попросить вас расширить тезис, который я вычитала в вашей книге, он уже где-то поближе к концу, в последней главе, по-моему, о том, что сон это не дополнение к будущее, как принято воспринимать обычными людьми, а это как бы, я цитирую, наверное, не точно, но смысл в том, что это не довесок, какое-то недополнение, а самодостаточный и очень важный процесс, потому что во сне происходят важные для организма процессы. Вот как-то вот проговорить это еще раз, чтобы люди понимали, и под вопрос, ну, может быть, даже связан, может быть, не связан, что вы считаете все-таки предпочтительным лечением, медикаментозное или работа с психотерапевтом, а может быть, и то, и другое, в зависимости от того, с каким случаем имеет дело сомнолог. Вот как-то вот общие такие вещи. Подведем итог. То есть, является ли сон придатком бодрствования? придатком, да. Ключевой вопрос. Ну, сейчас все больше данных о том, что сон это такое самоценное состояние. Та же висцеральная теория сна, да, вот, Иван Николаевич Пигарев. Ну, если раньше это было понятно, ну, скорее больше на таком бытовом уровне, поспал тебе хорошо, значит, это для чего-то нужно. То сейчас уже появились возможности проводить исследования мозговых процессов во время сна. Есть методики, которые позволяют видеть в мозге, что происходит в мозге в то время, но не когда человек, когда мышь спит, и с помощью оптогенетической модификации мы можем сделать так, что в микроскоп мы можем увидеть, какие зоны мозга у него активируются и как течет там по межклеточным пространствам жидкость. А вот профессор Пигарев, он с кошками, с электродами, и видишь, что во сне просто идет проверка организма, как бы, как у компьютера. Есть теория Ивана Николаевича Пигарева, вот согласно ей состояние сна необходимо для тонкой настройки внутренних органов. Пока человек спит, компьютер этот мозговой, он занимается этим. Да, и согласно его теории, мозгу все равно какую информацию обрабатывать, что в бодрствовании, что во сне. В бодрствовании мозг обрабатывает информацию извне, а во сне происходит переключение потоков, и мозг начинает, ему надо что-то делать, и мозг начинает обрабатывать информацию, которая идет изнутри. Что там в желудке у нас сейчас. И это очень важно для состояния внутренних органов, потому что, когда стали анализировать данные лишения сна, оказалось, что животные, которым не давали спать, они погибали не от повреждений в головном мозге, они погибали из-за повреждений внутренних органов. сон нужен для того... Лысели, гастриты и прочее. язвы образовывались многочисленные, они худели очень сильно. То есть сон, как это ни удивительно, нужен не только и не столько мозгу, сколько вообще всем остальным частям организма. Вот в чем важность. Необходимость сна для работы нервной системы, она как-то постулируется, поскольку это достаточно легко проверить, мы ограничиваем время сна и видим, что улучшились показания выполнения тестов, улучшилось запоминание, внимание, когнитивные функции. С этим как-то попроще в плане исследовательства. А в плане лечения вот сон души... Хочу еще все-таки про роль сна для мозга сказать. Сейчас очень популярное такое направление исследований это влияние сна на метаболизм амилоида, на возможность предотвращения болезни Альцгеймера. Было показано, но пока на мышах только, что во время сна выведение вот этих шлаковых так называемых болтов... Галимфатическая система. Галимфатическая система. Галимфатическая система. Которая выводит все это отбросы. Да, которая выводит из мозга отбросы продукты метаболизма. И вот, например, когда мышь засыпает, у нее межклеточное пространство увеличивается в полтора раза. И за счет этого в полтора раза ускоряется выведение белков, в том числе и амилоиды. Нарушенный сон из-за того, что он препятствует нормальному выведению амилоидов, получается, ускоряет развитие болезни Альцгеймера. И сейчас этому уделяется очень большое внимание. Вот в чем может быть такая польза сна для центральной нервной системы. Что же касается новых методов лечения нарушений сна, большей частью, большинство нарушений сна представляют собой варианты бессонницы, хронической институты. И это не просто бессонница ситуационная, когда человек встретился с каким-то стрессом и на несколько ночей потерял сон. С этим обычно к врачам не идут. Приходят к врачам тогда, когда много лет, месяцев страдают бессонницы, институты, не могут уснуть. И оказывается, что вот эта хроническая института института поддерживает уже не какой-то центр в головном мозге, ее поддерживает неправильно сложившееся психологическое представление о своем сне. Это так называемые дисфункциональные убеждения, которые мешают человеку достигать своего сна. И когнитивно-поведенческая терапия, это такой сплав рациональной психотерапии, разъяснение основ сна и поведенческого эксперимента. Этим сомнологи занимаются? Или они направляют к коллегам психотерапевтов? Как практически это делается? заниматься сомнолы. Этим должны заниматься сертифицированные психотерапевты, но они этим не занимаются. Поэтому сомнологу приходится изучать эту методику, получать сертификат или какую-то бумагу, которая позволяет ему работать в этой области, и начинать заниматься когнитивно-поведенческой терапией самостоятельно. Таких специалистов очень мало. Сейчас появляются методы дистанционной когнитивно-поведенческой терапии, когда человек заходит на сайт, регистрируется там, и порционно раз в неделю он получает эту информацию, получает задание, он выполняет задание, потом через неделю он связывается с врачом, врач проверяет, правильно ли он все это выполнил, и дает ему следующую порцию информации и следующее задание. Эта методика, конечно, не так хороша, как непосредственная работа с психотерапевтом, но это лучше, чем вообще не работать. Потому что главной проблемой бессонницы является то, что таблетками мы ее не вылечим, потому что причина уже кроется в неправильных психологических установках. Спасибо огромное, Михаил, удачи вам. Спасибо, всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok